Добрый день. Псевдогипопаратериоз это редкое заболевание, которое характеризуется лабораторными признаками гипопаратериоза в виде гипокальцемии, гиперфосфатомии, но при увеличенном уровне паразгормона. Это очень редкое заболевание и особенность его в том, что это было на примере псевдогипопаратериоза впервые доказали наличие гормональной резистентности у человека. В 1942 году Фуллер-Олгрид описал группу пациентов с необычным фенотипом, у которых в крови был снижен уровень кальция и повышен уровень фосфора. Проведение пробы с внутривенным введением экзогенного паразгормона позволило предположить резистентность к паразгормону, потому что не было получено ожидаемого ответа в виде повышения кальция крови и повышения экскреции фосфора в моче. А фенотип, который был Фуллером-Олгридом, описан, впоследствии получил название в его честь наследственное остеодистрофия Олгридом. Эта остеодистрофия включает в себя компоненты специфические, которые наблюдаются, как правило, именно при псевдогипопаратериозе. И не специфические. Это характерные также для псевдогипопаратериоза признаки, но которые могут наблюдаться и при других заболеваниях. К специфическим признакам относятся эктопические кальцинаты. Их, наверное, правильнее называть осификатами, потому что это эктопическое отложение не солей кальция, а именно образование эктопической костной ткани, которое может представлять из себя мелкие, практически невидимые, но пальпируемые пластинки или горошинки под кожей, а могут образовывать вот такие большие конгломераты, которые могут значимо сказываться на качестве жизни пациента. И второй специфический признак – это брахиодоктилия типа Е. Брахиодоктилий типов очень много. К типу Е относятся брахиодоктилия за счет укорочения четвертой и пятой пясных и плюсневых костей. К не специфическим признакам относятся низкорослость, ожирение, короткая шея, лунообразное лицо, умственная отсталость. Также при псевдогипопаратериозе может наблюдаться опережение костного возраста и крайне осеностоз. Еще хотела упомянуть, что брахиодоктилию как можно заподозрить, если попросить сжать руку в кулак, то будет отмечаться сглаженность четвертой и пятой пясно-фаланговых суставов. Когда появилось первое знание о псевдогипопаратериозе, но еще не было известно причины заболевания, и после первого описания стало появляться все больше новых сведений о новых клинических вариантах псевдогипопаратериоза, и это потребовало введения классификации. И случаи сочетания наследственной остеодистрофии Оврита с гормональной резистентностью стали называть псевдогипопаратериозом 1А. Если у пациентов отмечалась только резистентность к параду гормона, но не было признаков наследственной остеодистрофии Оврита, это стали называть псевдогипопаратериозом 1Б. И когда 10 лет спустя после первого описания Пуллер Оврита писал новую группу пациентов, у которых был только фенотип наследственной остеодистрофии Оврита без признаков гормональной резистентности, он назвал такой вариант псевдогипопаратериозом. Впоследствии стало известно, что причиной заболевания является нарушение внутриклеточного передачи сигнала от парад гормонов в ядру клетки-мишени, из-за инактивации, стимулирующей альфа-субъединицы же белка. Как происходит в норме передачи сигнала? Парад гормон является фептидным гормоном. Это значит, что он сам в клетку попасть не может и передает свой сигнал через трансмембранный рецептор. Связывание парад гормона с трансмембранным рецептором активирует путь внутриклеточной передачи сигнала, который доходит до ядра, где уже изменяется экспрессия гена в зависимости от эффектов гормона. И как раз первым мессенджером, который запускает эту внутриклеточную передачу, является Ж-белок. Он состоит из трех субъединиц, и именно активация альфа-субъединицы Ж-белка обеспечивает дальнейшую нормальную передачу сигнала. И было установлено, что при всех гипопаратериозе причина именно кроется в инактивации вот этой стимулирующей альфа-субъединицы Ж-белка. Что еще интересно, что таким же образом передают свой сигнал не только парад гормон, но и ряд других гипотидных гормонов. Тиритропный гормон, гонотропный гормон и гипофиза, гормон роста релизин гормон и другие. Поэтому при инактивации этой субъединицы может развиваться резистентность не только к парад гормонам, но и к другим гормонам. В норме парад гормона основные органы мишени это почки и костная ткань. Костная ткань обеспечивает повышение костной резорции за счет этого повышения кальция крови. В почках повышение экскреции фосфора с мочой и активация альфа-гидроксилаза. Если отсутствует активность стимулирующей альфа-субъединицы Ж-белка, то нет действия парад гормона на органы мишени. В почках снижается экскреция фосфора, соответственно растет уровень фосфора в крови. Нет активации 1-альфа-гидроксилазы, не происходит образование активной формы витамина D, 1,25-гидрокси, витамин D. И это приводит к тому, что в крови снижается уровень кальция, повышается уровень фосфора. Когда стало известно, что причиной является мутация в гене GNS, которые кодируют стимулирующую альфа-субъединицу Ж-белка, то стали проводиться исследования для того, чтобы понять, есть ли какая-то корреляция между видами мутации и фенотипом. Было выявлено, что если имеется инактивирующая мутация, которая передается по материнскому аллелю, то это приводит к развитию псевдогипопаратириоза 1А. Если инактивирующая мутация в гене GNS передается по отцовскому аллелю, это приводит к псевдогипопаратириозу. Если же мутации в гене нет, но есть эпимутации, которые нарушают активность стимулирующей альфа-субъединицы только в некоторых тканях, то это приводит к развитию только гормональной резистентности. Псевдогипопаратириоз 1Б. Таковы были изначальные представления о генотип-фенотипической корреляции при псевдогипопаратириозе. Но последующие исследования показали, что существует большой клиникогенетический полиморфизм при этом заболевании, который привел к пересмотру классификации, о которой я расскажу. Сначала немного клинических случаев, демонстрирующих как раз клинический полиморфизм псевдогипопаратириоза. Эта девочка была впервые обследована нами в 11 лет, хотя манифестацию можно считать началом в 4 года, когда у нее стали проявляться генерализованные тонические судороги. По электроэнцефалограмме признаков эпиактивности не было. Она наблюдалась неврологом по поводу криптогенной эпилепсии, получала антикоммульсанты без эффекта, продолжались судороги. И наблюдалась кардиологом по поводу синдрому длиненого КУТЭ. И как раз при очередном обследовании в кардиологическом отделении с этим диагнозом, и был впервые измерен уровень кальция крови в 11 лет. И выявлен низкий уровень кальция низированного, высокий уровень фосфора и придав следованию повышенный парад гормон. У нее не было признаков резистентности к другим гормонам, не было особенностей фенотипических наследств и устрою дистрофию обрыта, что соответствовало клинический псевдогипопаратириозу 1b. Другой семейный случай. У девочки с рождения отмечалось прогрессирующее ожирение, и отставание в развитии. В год родители заметили наличие под кожей плотных образований, а в 3 года впервые начались судороги. Изначально ей тоже был установлен диагноз эпилепсии, противосудорожная терапия в течение полутора лет, до того момента, когда в 4,5 года при обследовании был все-таки выявлен гипокальцемия и суплинический гипотириоз. При обследовании в 7 лет у нее обращало внимание ожирение, брахидоктилия за счет укорочения 4 и 5 пясных и плюсневых костей, диффузные подкожные осификаты, задержка развития, лабораторная гипокальцемия, гиперфосфатемия, высокий уровень при этом парад гормона и признаки перевеченного гипотириоза при исключенном аутоиммунном тиреидите. Таким образом, у нее имелось наследственность дистрофия Олваретта, резистентность к парад гормону, резистентность к стереотропному гормону, что соответствует псевдогипопаратириозу 1А. Также был обследован ее брат в связи с выявленным самой девочкой заболеванием. У него не было судорог, но при обследовании было выявлено гипокальцемия. А при дальнейшем обследовании при осмотре обращал внимание низкорослость, также брахидоктилия, также подкожные осификаты, задержка развития, ожирения у него не было. И идентичные находки при лабораторном исследовании в виде лабораторных признаков резистентности к парад гормона, высокий фосфор, низкий кальций, повышенный парад гормон и признаки первичного гипотириоза. В этой семье детям и маме было выполнено молекулярно-генетическое исследование. У всех трех выявлена гетерозиготная мутация в гене GNS, которая кодирует стимулирующий альфа-субединиз уже белка. И вот здесь даже на примере того, что в семье одна и та же мутация, все равно видно, что у детей различался фенотип. У девочки были все проявления, кроме низкорослости, у мальчика все проявления наследственного стадистрофии Олбрэта, кроме ожирения и округлого лица. У матери же мутация была, но не было никаких проявлений, кроме низкорослости. В другой семейный случай. Здесь манифестация признаков произошла позднее. С 10,5 лет тонические судороги. Также установлен был диагноз эпилепсия, противосудорожная терапия без эффектов в течение полугода. При динамическом следовом отделении неврологии по КТ был выявлен синдром Фара. Также тогда было обращено внимание на прибавку веса на фоне терапии и направлен к эндокринологу. И было обращено внимание при осмотре на наличие брахидоктилии и подкожных кальцинатов. Здесь эти кальцинаты видны на рентгене кистей рук в виде эктопического образования костной ткани. Обращают внимание измененные кости и брахидоктилия. И также от него отмечала задержка развития. Лабораторное исследование позволило выявить гипокальцемию, гиперфосфатемию при высоком уровне парадгормона и признаки гипотириоза. Здесь для исследования были доступны образец крови у матери и ребенка. У них была выявлена также мутация в гене ГНС. При общении было выявлено, что у старших детей, которым уже было за 20 лет, по-видимому, также имеется это заболевание. Неизвестно, есть или нет у них резидентный спарат гормона. Исследование не проводилось. Но у одного из пациентов, из признаков, имелось и ожирение, и низкорослость, и округлое лицо. У другого брата отмечалось также и брахидоктилия, и низкорослость, и округлое лицо, и первичный гипотириоз. То есть то же самое, одна и та же мутация в одной семье, разные проявления. У матери же было ожирение, и низкорослость, и подкожные кальцинаты. Еще есть необычные случаи достаточной манифестации. У мальчика в 13 лет впервые было проведено обследование, после того, как он потерял сознание на фоне физической активности. Он обследовался в кардиологическом отделении, был выявлен синдром удлиненного КУТЭ, и при обследовании очень низкий уровень кальция организированного 0,5, и несмотря на такой низкий уровень кальция крови, у него не было судорожного синдрома. Дальнейшее обследование выявило высокий парад гормон, также у него был высокий уровень фосфора. Другой признаков гормональной резистентности не было, признаков наследственной студии страфиолбрита не было. По МСКТ также синдром Фара. Вообще синдром Фара представляет из себя отложение на столе кальция. Это не эктопическое появление костной ткани, а эктопическая минерализация отложения телекальция в ткани структуры головного мозга. И это не столько компонент псевдогипопаратириоза, сколько осложнение как псевдогипопаратириоза, так и гипопаратириоза, то есть состояние, которое ведут к одинаковым нарушениям, изменениям в соотношении кальция-фосфора в крови, которое блокирует механизмы, препятствующие в норме эктопической минерализации, и вследствие этого, если не купировать эту гипокульсурию из гиперфосфатомии, то происходит как раз отложение эктопической минерализации, как в ткани головного мозга это называется, синдром Фара, также может быть в хрустале глаза и формироваться катаракта. Здесь было представлено несколько случаев, но нам удалось собрать сведения о 38 пациентах с псевдогипопаратириозом, провести свой небольшой обзор, и установить, что наиболее частой причиной обращения являлась именно гипокальцемия, проявление гипокальцемии. На втором месте ожирение. Двое пациентов были обследованы в связи с обращением по поводу брахидоктилии, и один пациент, как вы уже видели, был обследован в связи с заболеванием у сестры. Проявления гипокальцемии варьировали от локальных до генерализованных тонических судорог. У трех пациентов были лорингоспазмы в отсутствии проявлений ОРВИ, у одного пациента нарушение сознания на фоне физической нагрузки и синдрома глинионного КУТЭ. И, к сожалению, очень часто проявления гипокальцемии в виде судорожного синдрома рассматривались как проявление эпилепсии, и пациенты длительное время получали антиконвульсантную терапию без эффекта и предложали страдать от тонических судорог. При оценке компонентов было установлено, что у всех пациентов отмечалась из гормональной резистентности, резистентность парадгормону, очень часто резистентность к тиреотропному гормону, у одной девочки была резистентность гонотропного гормона, гипофиза. Проявление наследственного стугистрофия Олбрита чаще всего включали в себя грохидоктилию и далее подкожное образование костной ткани, ожирение, умственная отсталость, округлое лицо, низкорослость и опережение костного возраста. При оценке молекулярно-генетической было выявлено, что при эпимутациях, которые изначально предполагалось ведут к псевдогипопаратирезу 1b, который вроде бы должен проявляться только резистентностью парадгормона, на самом деле наблюдалось и резистентность к тиреотропному гормону и проявление наследственной остеодистрофии Олбрита в виде ожирения брахидоктилия круглого лица. Также у ряда пациентов с клинически установленным и не вызывающим сомнений диагнозом псевдогипопаратирез 1a вовсе не было выявлено дефектов в гене ГНС, что, соответственно, подводило к тому, что классификация, впервые предложенная, не совсем отвечает реальной клинической картине. По этой классификации псевдогипопаратирез можно разделить на 1a и 1b в зависимости от того, есть или нет признаки наследственной остеодистрофии Олбрита. И при 1a будет мутация в гене ГНС, при 1b будет эпимутация. И также можно было разделить на псевдогипопаратирез и псевдопсевдогипопаратирез в зависимости от того, есть ли проявление гормональной резистентности и каким образом наследуется мутация по отцовской или пантерийскому аллелию. Но на самом деле выявилось, что при псевдогипопаратирезе 1b могут быть признаки наследственной остеодистрофии Олбрита. Были описаны случаи псевдогипопаратиреза с признаками гормональной резистентности, то есть случаи наследования мутации по отцовскому аллелю и при этом наличие признаков резистентности к парадгормону. Кроме того, как здесь уже показала, были случаи псевдогипопаратиреза без патологии в гене ГНС и эта классификация не учитывала другие заболевания, которые, как выяснилось, тоже связаны с патологией ПТГ-сигнального Путин. Акродизостоз – это заболевание, характеризуется выраженной брахидоктилей и низкорослостью, прогрессирующая остеодная гетероплазия, которая также вызывается мутацией в гене ГНС, но проявляется очень выраженными эктопической классификацией, которая начинается от подкожно-жировой клетчатки, распространяется в дерму, в мышечную ткань, в соединительную ткань и носит генерализованный характер. Поэтому была предложена за рубежом другая классификация, согласно которой псевдогипопаратирез является одним из заболеваний, обусловленных инактивацией ПТГ-сигнального пути. И по английскому названию аббревиатура будет звучать как IPPSD1, IPPSD. И дальше каждому из этих IPPSD причисляется свой порядковый номер в зависимости от уровня поражения ПТГ-сигнального пути. IPPSD1, если поражен рецептор, и это приводит к болезни Блумстронда и Эйкина. Патология, стимулирующая альфа-субъединиться же белка, это мутации или эпимутации ГНС, соответственно, IPPSD2 и 3, которые включают в себя то, что раньше называлось псевдогипопаратирез 1А, 1Б, псевдопсевдогипопаратирез и прогрессирующая остеоидная гетероплазия. Патология инактивации протынкиназа, фосфодиэстераз, вызывает акродизостоз, им причислены, предлагаются порядковые номера 4, 5 и 6. И также эта классификация учитывает возможность того, что могут быть клиническая картина, характерная для псевдогипопаратиреза и отсутствия вообще найденных дефектов, в этом случае X. И может быть новые, если будут найдены новые клинические механизмы, которые ведут к развитию характерной клинической картины, может быть причислен новый номер для заболевания. Но так, для того, чтобы поставить этот диагноз, не обязательно проводить молекулярно-генетическое исследование, он устанавливается на основании характерных клинических данных, которые можно разделить на большие и малые критерии. Больших критерий достаточен для того, чтобы заподозрить псевдогипопаратирез и установить этот диагноз. В первую очередь, это, конечно, признаки резистентности к парадгормону. На втором месте, ктопические подкожные осификаты. Тоже эта находка очень характерна именно для патологии ПТГ-сигнального пути. Раннее ожирение до 2 лет в сочетании с признаками ТТГ-резистентности или фенотипно-следственной остеодистрофии обрыта, который должен включать в себя один или два специфических признака в виде бракидоктилии или эктопических кальцинатов. А к малым критериям относятся признаки наследственной остеодистрофии обрыта, те, которые характерны, но не специфичны, только ожирение, низкорослость, только умственно-отсталость, крайние сеностолы, это еще не указанное опережение костного возраста. Из резистентности на другой, это резистентность к тиреотропному гормону, к гадотропным гормонам и гормонный рост релизинг гормона, который проявляется в виде СТГ-дефицита. И лечение при псевдогипопаратирезе, оно покомпонентное, и что касается именно оккупирования хронической гипокальцемии, оно заключается в назначении гидроксилированных форм витамина D, которые не требуют 1-альфа-гидроксилирования, потому что при псевдогипопаратирезе, так же, как при гипопаратирезе, нет активности 1-альфа-гидроксилаза, соответственно, нарушается переход неактивной формы витамина D, 25-гидрокси-витамин D, в активную 1-25-дигидрокси-витамин D. И назначение холикальциферола, как правило, не позволяет оккупировать гипокальцемию, поэтому при псевдогипопаратирезе требуется назначение активных гидроксилированных форм. Как правило, дозы начальные могут составлять от 0,25 до 0,5 микрограмм, и после первого назначения следующий контроль проводится через 3 дня по уровню ионизированного кальция. И дальше, если сохраняется гипокальцемия, доза повышается с шагом 0,25, до тех пор, пока не будет получена норма кальцемия. То есть здесь важно отметить, что при псевдогипопаратирезе нет каких-то максимальных доз, возможных для лечения. У некоторых пациентов достаточно 1 микрограмма, некоторым нужно 10-12. То есть здесь при псевдогипопаратирезе главное не забывать вовремя проводить диагностику, контролировать уровень кальцинизированной и после назначения и подбора терапии все равно раз в месяц проводить контроль, потому что доза в течение жизни может варьировать и требовать коррекции. Спасибо огромное. Заболевание редкое, но, тем не менее, нужно...